Саранск 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 чем верхняя часть крепости. Художник несколько неверно изобразил главную Спасскую башню Саранского Кремля. По описаниям 17-18 столетия она была шестигранной и самой высокой, около 30 метров. Мы ее увидим на дальнем плане, в самой дальней стене. Здесь она изображена четырехгранной и достаточно низкой. На самом деле она была самым-самым высоким зданием нашего города. Никольская башня, которая изначально служила южной границей, изображена чуть правее от нижней проездной башни и отсутствует так называемая внутренняя стена. Почему была внутренняя стена? Потому что изначально в 1641 году эта стена была наружной, но после того, как пристроили нижнюю п-образную часть Кремля, то появилась стена-перегородка и она была возобновлена еще в однотре 1696 году во время последнего ремонта Саранской крепости, который был необходим перед тем, как Петр Великий начал свои походы на Азов, когда город последний раз практически укреплялся и готовился к возможной обороне. Также, что мы можем видеть в Кремле? За проездной башней мы видим одноглавую церковь. Это Знаменский собор. Это самая первая церковь, которая была срублена одновременно вместе с городом в 1641 году. За Знаменским собором или Знаменской церковью дальше мы видим пятиглавый деревянный храм. Это Спасский собор. Спасский собор был построен в промежуток между 1641 и 1651 годами. Именно в это время из усадьбы князей Голицыных была в город принесена чудотворная икона Саранского всемилостивого Спаса, которая стала главной святыней города вплоть до Октябрьской революции, даже чуть-чуть немного позднее. Что мы еще можем видеть в городе? Обязательно мы видим воеводские хоромы. Как это следует из-за описания документов, воеводские хоромы мы с вами видим в левом верхнем углу. Они огорожены таким особым чистоколом. В городе же двор государев, где живут воеводы, а в них хоромы. Хоромы были о двух этажах, как и следует из описаний. Здесь художник их несколько приукрасил. Мы видим не только два жилых этажа, но, видимо, два жилых этажа даже на подклете. Также в городе обязательно располагалась приказная изба или приказной двор. Мы можем видеть приказной двор далее за Спасским собором. Также в городе располагались, конечно же, склады, тюрьма, изба для колодников, тех, кто сидел в тюрьме, и другие строения. Далее мы видим с правой стороны от Кремля пятиглавый храм и шатровую колокольню. Это Казанский женский монастырь. Он появляется примерно между 1662 и 1667 годами. Он находился на том месте, где сейчас располагается географический факультет. Далее мы с вами видим, что засечная черта тянется к реке Инсару. В дальнем правом углу в отдалении мы видим Инзерский острог. Вот Инзерский острог, он располагался там, где сейчас находится район города Химаш, пособ, недалеко от нынешней современной Никольской церкви на пособе. Вот Инзерский острог, это была вспомогательная крепость, располагалась достаточно близко, 2,7 километра от Саранской крепости. И это все по возможности точно, хотя из доли условности и художественного, и, конечно, художественного вымысла, безусловно, изобразил художник. Таким образом, данная картина, конечно, не во всем точна, но она может дать посетителям яркое представление о том, как, пусть несколько романтизировано, несколько приукрашено, но выглядел наш город в 17 столетии.